Ну что, сегодня вообще интересный эфир, потому что с этого человека, скажем так, началась вся эта история с прямыми включениями Станислава Константинова, да, для тех, кто не знает, для тех, кто знает, я думаю, это стало приятной неожиданностью, потому что очень много запросов было на этот эфир, и я, честно скажу, думала об этом уже давно, но просто выжидала момент, потому что не так много времени прошло, и плюс такие события, которые произошли в жизни фигуристки, о которых мы, безусловно, сегодня будем разговаривать. Я решила не делать повторы тех вопросов, которые уже были заданы в предыдущем эфире. Стася будет с минуты на минуту, для тех, кто не знает, с кем я сегодня веду, прямой эфир, это Станислава Константиновова, бронзовый призер Зимней универсиады прошлого года, серебряный призер этапа Гран-при в Финляндии 2018 года, победительница Таллинн Трофи, победительница Golden Spin, турнира, который проходит в Загребе. Ну, Стася уже здесь, поэтому я не буду рассказывать, что это. Да, Стася, давай, дорогая, вот, я вижу твой запрос. Привет! Кем здравствуйте? Как ты, дорогая? Я хорошо, нормально. Выглядишь уставшей ты с тренировки? Да, я с тренировки, у нас сборы сейчас прекрасно. В Москве, да? Да. Ты немножечко подвисаешь, нормально меня слышно? Сейчас, да, вначале чуть-чуть, да, было. А, ну всё, всё, отлично. Я безумно тебя рада видеть, я уже, пока ты подключалась, рассказывала людям, что, собственно, с тебя это всё и началось. Все эти прямые включения, да, поэтому спасибо тебе, что ли, ты была первой, кто откликнулся, собственно, на данное предложение, и я думаю, что это всё не прошло бесследно, поэтому вот человек, благодаря которому всё это началось, да, всё это началось. Который ввязался в эту авантюру в самом деле. Да, да, это точно, это было почётно, на самом деле, как ты видишь, да, это всё пошло дальше. Но сегодня мы всё-таки больше про фигурное катание. Ты вот уже сказала, что у вас сборы, что за сборы? У нас сбор в Москве, на нашем катке просто, как бы, катаемся, нагружаемся. А как проходят тренировки? Сколько у тебя часов льда? Сколько зала? Ну, у нас в целом, как обычно, получается, два льда по час пятнадцать, по полтора и СФП и УФП, то есть мы отрабатываем прыжки на одном занятии вне льда, на другом физику прорабатываем, убиваемся. Просто ещё, знаешь, ну, очень много, во-первых, было вопросов о том, поедет ли Стася там в Кисловодск, ещё что-то на какие-то сборы и так далее. Думаю, на этот вопрос ты уже ответила. И ещё очень много запросов было по поводу того, как Стася разместилась, всё ли у неё нормально, нашла ли она тебе квартиру недалеко от катка. Да, поэтому давай, рассказывай нам, пожалуйста, как тебя приняли у нас? Приняли классно, Москва, это просто, конечно, супер. У нас здесь ещё хорошее расписание, то, что вечер весь свободен, можно пойти спокойно в парк посидеть, можно погулять. Чуть, конечно, с карантином только по улице хожу, круги наворачиваю, но как бы тоже классно. Ну, да. Квартиру сняла, всё разместилось, это вообще первый... Я вот сейчас, в общем-то, пропала немножко из Инстаграма, занимаюсь обустройством. Своей самостоятельной жизни, быта, поэтому... Слушай, ну это здорово, это очень здорово. Я надеюсь, что у тебя получится, или, может быть, уже даже сейчас получилось, как-то быстро во всё это втянуться, да, и максимально быстро, ну, обустроить свою жизнь так, как тебе было комфортно, да, как будто ты находишься в Питере. Потому что всё-таки там, да, ты провела гораздо более долгое время, нежели чем в Москве. Мы проводили с тобой эфир, как я уже сказала, да, в самом начале карантина, скажем так. Да, со всеми настроения, со всеми эмоциями. Да, это точно, это точно. Ты говорила лишь о том, что, да, может быть, сезон был не самым удачным, да, но про возможный переход ни слова. Вот расскажи, почему ты приняла такое решение? Ну, я думаю, что, в принципе, это, наверное, ясно, что когда у тебя не всё складывается в сезоне, и ты, самое главное, что ты не можешь, причину этого, то есть у тебя не получается этот кризис преодолеть. Ты начинаешь себя, начинаешь анализировать, начинаешь думать, и в какой-то момент в некоторых ситуациях ты приходишь к выводу, что, возможно, дело не только в тебе, что, возможно, дело в целом. В подходе, в обстановке, возможно, всё зашло в тупик. То есть я думаю, что так. Я проанализировала всё, что было, всё, что было последний год, предыдущий год, и я не буду, как бы, знаете, там как-то перетряхивать что-то, что-то обсуждать. Нет, нет, безусловно. Могу сказать, что с Митой Михайловной мы работали очень долго, и очень долго этот тандем приносил хорошие результаты, но объективно в 20 лет нужно принимать решения самой, касательно своей карьеры, и не жить по привычке, не жить так, что я к этому привыкла, я всегда так делала, у меня всегда получалось, поэтому я буду делать то же самое, и надеяться, что у меня будет получаться. Нет. Если ты заходишь в тупик и пробуешь очень много вещей, и ничего из этого не приносит результата, то нужно решаться. Если я действительно хотела продолжать кататься и сохранять, наверное, какие-то хорошие позиции, или, в общем, всегда нужно пробовать и бороться до последнего. Ну да, выходить из зоны комфорта. Да, да, не то, что, ой, ну ладно, я буду сидеть на одном месте, надеюсь, что что-то наладится, надеюсь, что что-то щелкнет, что-то придёт. Нет, нужно двигаться, под лежачий камень вода не течёт, и я очень благодарна Митой Михайловне безумно по нашей работе. Я действительно иногда скучаю по этому времени, потому что действительно всё было хорошо, и всё было классно, и со мной всё время очень хорошо работали, и, ну, действительно, жаловаться не на что. Как бы очень благодарна за многие воспоминания и результаты, и какие-то победы, поражения. Мы вместе всё это проходили. Сейчас тоже для неё, конечно, непростой момент, и хочется её очень сильно поддержать, и я надеюсь, что у нас всё будет дальше хорошо. Ну, я полностью тебя в этом поддерживаю, потому что я знаю, как тяжело вот это, да, резко сменить обстановку и решиться, да, на что-то такое прямо кардинальное. Поэтому я просто искренне-искренне желаю тебе в этом успехов, и я очень надеюсь, что всё получится. Но, тем не менее, смотри, Питер, Москва, да, вот смена произошла кардинальная, но, насколько мне известно, это изначально пробовалось и у петербургских тренеров. Если не секрет у кого, и почему не срослось, почему не получилось остаться там, но сменить наставника? Ну, честно говоря, я не хотела бы как-то говорить, кто там взял, кто не взял. Это очень много слухов об этом, очень много каких-то вещей, которых, в принципе, не было. Я не собираюсь комментировать никакие слухи, просто хочется сказать, что я рассматривала варианты, конечно, и в Москве, и в Питере, но поскольку, когда ты живёшь в Питере, и твоя учёба, все твои родные, всё это в Санкт-Петербурге, то ты, конечно, сначала всегда ищешь варианты какие-то в своём родном городе. Ну, конечно, да. А потом, наверное, Москва, потому что Москва — это большой город, в Москве не всё так просто, очень сложно, и, конечно, хотелось поначалу очень тренироваться в Питере. Но всё так сложилось, что не то, что, как все говорят, Константинову никто не взял, но как бы... Да, вот про это, на самом деле, про вот эти слухи мы ещё чуть попозже поговорим. Это, конечно, максимально обидно. Да, это отдельная тема. Я ничего комментировать не собираюсь и не хочу, но, честно говоря, меня очень достало такое отношение ко мне, что её никто не взял, её не пригласили на сборы, ля-ля-ля. Я, ну, как бы, друзья, откуда вы знаете, что меня кто-то не взял? Может быть, я сама не захотела куда-то пойти. Ну, как бы, я не говорю, что это так и есть, но почему не допускать такой ситуации? Я, на самом деле, очень рада, что я попала в группу Александра Сергеевича Волкова и Мартин Дежене и школу Ангела Плющенко, где я сейчас нахожусь. И я собираюсь работать молча и спокойно доказывать, что в 20 лет спокойно можно продолжать кататься, можно продолжать работать, учить что-то новое, делать какие-то, делать какой-то прогресс свой личный. И, наверное, хочется как-то, наверное, развенчать вот этот вот... Миф вот этот развенчать о том... Поменять отношение, наверное, прежде всего, самой меня к себе и в целом. То есть, чтобы не было такого больше, что вот, она там что-то где-то, ее кто-то куда-то не взял, вот Стасе, как всегда, хочется более конкретики. Я сейчас очень много работаю, потому что, наверное, хочется не только себе все это доказывать, а еще и всем. Это не самая лучшая мотивация, но это дополнительный толчок вперед и очень большой, когда тебе нужно многим людям что ей сказать. Ну, ты знаешь, вот ты говоришь, я хочу доказать себе в первую очередь, да, может быть, это не самая главная мотивация. На мой взгляд, вот то, что непосредственно тебя подталкивает к тому, чтобы работать больше, становиться лучше, да, тем самым занимать более высокие места. Все, больше ничего, как бы, больше ничего вокруг тебя не должно никакой роли играть. Вот есть ты и есть, да, новая версия тебя, которую ты пытаешься сейчас создать и закрепить, да. Да, и, ну, надеюсь, группа Евгения Плющенко тебе в этом поможет. И, кстати, почему? Почему именно Евгений Плющенко? У нас тоже очень большое количество специалистов. Я занимаюсь в школе Евгения Плющенко в группе Александра Сергеевича Волкова и Мартин. Я, на самом деле, очень благодарна Евгению Викторовичу и Александру Сергеевичу за то, что они мне дали шанс, как бы поверили в меня, работают со мной. То есть, как бы, вот, я очень благодарна. Выбор пал, конечно, потому что, как бы, ну, очень тяжело, наверное, принять решение взять взрослую спортсменку, причем не в самой лучшей своей форме, и взять такую на себя большую ответственность. И, ну, наверное, это заслуживает большого уважения. Безусловно, безусловно, конечно. Но, смотри, я правильно понимаю, что сам Евгений Плющенко не принимает какого-то активного участия в работе с тобой? Или принимает? Мы тренируемся на одном катке. Пока я не очень много с ним работала, но мы были, сейчас они на сборах, мы... Как бы, пока я не могу сказать, что мы... Я работала несколько тренировок, как бы, с их группой, и могу сказать, что мне очень понравилось. Ну, как бы, но пока мне не удалось с ним, как бы, поработать как-то много. Очень много работаем с Мартином, даже на Александре Сергеевичем. Вот. Ну, смотри, все равно не могу не задать этот вопрос, потому что, как мне кажется, он, ну, в принципе, актуальный, да. Да, безусловно, да, вот ты говоришь, что я работаю с другими тренерами больше, нежели чем с самим Женей, да, но все равно ты находишься... Ну, фактически получается, что мои тренеры это Алексей Сергеевич и Мартин. Ну, да, хорошо. Мы работаем с ними. Да, но если чуть-чуть... Не скажешь, мои манья. Здравствуйте! Мне очень приятно, что вы смотрите этот эфир, это здорово. Вот. Ну, хорошо, все равно, вот статус группы закреплен за фамилией Плющенко. Безусловно. Как бы там ни было, да, тренировки, не тренировки, работаете там совместно или нет. Вот. Безусловно, Женя Плющенко именитый спортсмен, да, неоднократный олимпийский чемпион, этих регалий, у него, ну, не отнять, это точно, это понятно. Но, как известно, когда заканчивается хайп, его нужно как-то искусственно самому поддерживать, правильно? И я говорю исключительно вот о соцсетях, да, там, о постоянных каких-то видеороликах в Инстаграме и так далее. Дослушай до конца. Да, я уже готова. Да. Вот. При том, что, как бы, остальные тренеры не менее известные, у них либо в принципе нет страницы, да, в Инсте, выражаясь таким языком, либо они делают все для того, чтобы как-то продвинуть спортсмена, да, а не себя. Безусловно, самопиар это тоже пиар, и я ни в каком негативном контексте сейчас этим вопросом к тебе лично не обращаюсь. Ни в коем случае. Это все понятно. Но вот как ты думаешь, вот эта вся медийность, да, бесконечные шоу, контракты, мастер-классы, смогут ли тебе они дать того результата и того внимания, которое тебе, безусловно, особенно сейчас нужно, да, и которого ты хочешь от нового наставника? Ну, я, наверное, повторюсь то, что основными моими наставниками являются Алексей Сергеевич и Мартин. И я могу сказать, что я на самом деле как бы собираюсь продолжать карьеру и тренироваться, а не какие-то иметь шоу или какие-то там, не знаю, соцсети или что-то такое. Для меня в первую очередь это хорошие условия тренировок. Это то, что вера тренеров и команды в меня, наверное, изначально, то, что они приняли меня в своей группе. И я считаю, что человек каждый волен делать то, что ему нравится, то, что ему хочется. Это его право, это его личная жизнь, это его соцсети. Я не поддерживаю людей, которые это осуждают. Я не считаю, что медийная деятельность как-то отражается на профессионализме человека. Нет, безусловно, ты, может быть, немножечко меня не так поняла, может быть, я не так выразилась, я прошу прощения. Конечно, я не говорю ни в коем случае о завершении карьеры и начале какого-то шоу и так далее. Нет, ни в коем случае. Это я просто говорю о том, что не столкнешься ли ты с той ситуацией, что когда тебе не будет хватать внимания, вот, допустим, вы там работаете, грубо говоря, представим ситуацию. Твои тренеры куда-нибудь уехали, ты работаешь непосредственно с Евгением. И вот у него, да, появляются какие-то мастер-классы помимо тренировок с тобой, какие-то съемки и так далее. Вот как думаешь, не будет вот это все перевешивать то, что нужно для тебя в первую очередь? Ну, начнем с того, что Евгений Викторович профессионал, и как бы он взрослый человек, и он знает, что он делает. То есть, если все думают, что человек берется тренировать взрослых спортсменов и при этом не собирается им давать должного внимания и чего-то, я считаю, что это очень странно, потому что человек подходит очень профессионально, человек всегда на тренировке. Я ни разу не видела, чтобы какие-то происходили замены или что-то такое. Очень, на самом деле, приковано большое внимание к группе и, наверное, рассматривается все под лупой. Но могу сказать честно, что очень предвзятое отношение. Евгений Викторович и его команда работают очень хорошо, и такого внимания и профессионализма очень много где спортсмены не получают. Так что беспокоиться за спортсменов Евгений Викторовича не стоит. У него все хорошо, он большой профессионал, он знает, что он делает, и, наверное, вот этот хайп вокруг него слишком преувеличен. То есть очень много почему-то есть какого-то непонимания, но я надеюсь, что в целом, возможно, результаты в следующем сезоне поправят эту ситуацию. Ну, это здорово, я очень рада, понимаешь, мы проводим такие эфиры, да, наоборот, с целью того, чтобы... Да, я понимаю, что это очень, как бы, такая хайповая тема, и что слова очень разбираются, мои все цитаты, которые вырваны из контекста. И опять же хочу сказать, что очень все преувеличено, очень, на мой взгляд, все слишком придираются, и люди-профессионалы, люди как бы не просто так ради развлечения там находятся. То есть... Ну, безусловно. На самом деле, да, вот это такая дурная сила СМИ, потому что они прекрасно понимают, да, что в их власти... Люди хотят видеть то, люди видят то, что они хотят видеть. То есть... Это так было всегда. Можно заказывать все, что угодно всем, но человек каждый, у него есть свое мнение, и как бы, ну, ты каждого не переубедишь. Сто процентов, и ты знаешь... Только результат не доказывается. Конечно, и ты знаешь, всех не нужно, на мой взгляд, переубеждать, потому что те, кто искренне болеют, те, кто искренне переживают, они останутся и всегда будут поддерживать при любой ситуации. А те, кому лишь бы посплетничать, ну, такие люди были, есть и будут всегда, поэтому на это уже, наверное, даже не стоит обращать какого-то пристального внимания. Ну да, просто мне кажется, есть соцсети, а есть тренировки. Кому-то это мешает, кому-то это абсолютно не мешает. Кто-то может это совмещать. Если у человека получается, и он считает, что у него получается совмещать и медийность, и свою профессиональную деятельность, то, пожалуйста, ну, то есть... Я считаю, что это абсолютно возможно делать. Другой вопрос, что не все могут это делать. Да. Но осуждать за это я не считаю правильным, потому что это личное дело каждого человека, и каждый человек живет так, как он хочет. И никто диктовать никому ничего, я считаю, не вправе. Вот так. Так как мы с тобой заговорили, да, уже про соцсети, ты сказала, что не хочешь ничего комментировать, и в принципе не нужно, но тем не менее, вот ты наверняка, да, ну, не наверняка, а точно натыкалась на не самые приятные, скажем так, комментарии в свой адрес, да, потому что люди у нас, в принципе, к каким-то изменениям относятся очень так скептично, с недоверием, ну, вот просто, просто вот так уже испокон веков складывается. Вот как ты реагируешь на подобного рода хейт, и задевает ли это тебя? Да, или ты сейчас особенно стараешься как-то от этого вообще абстрагироваться, не читать, не открывать? Ну, я не могу сказать, что на меня какое-то есть большое давление или какой-то дикий хейт. Нет, я, в принципе, не так активно веду сейчас соцсети и в целом сконцентрирована на работе. Но могу сказать, что это меня не задевает, потому что я, на самом деле, все время открыта для мнения других людей, и я считаю, что каждый человек имеет право думать так, как он думает. То есть я не должна никого переубеждать. То есть я, мне кажется, могу делать все, что угодно, что не нарушает границ других людей и думать абсолютно так, как считаю нужным. И другой человек точно так же. То есть и говорить кому-то, что нет, вы не правы, это все на самом деле по-другому, и вы должны думать вот так, я не собираюсь. То есть я реагирую очень философски. Конечно, иногда бывает обидно или что-то как-то... Тем более, ну, что касается смены тренера, это всегда болезненный момент. Это прежде всего болезненно. Потому что ты не хочешь ранить людей, с которыми ты так давно. Но ты понимаешь, что это твоя карьера и твоя жизнь, и ты не можешь это все, ну, как бы, закрывать глаза на какие-то открытые проблемы. То есть ты должен делать шаги вперед, и ты иногда, ну, должен делать над собой усилия, чтобы выбрать, наверное, себя, прежде чем не обидеть другого человека. Как-то так. Да. Ну, вот я еще на первом эфире говорила, что мне безумно нравится с тобой общаться, потому что я действительно слышу очень умные мысли, которые сложены в, ну, такие, грамотные предложения, и это действительно здорово. Сложно подчиненные сложные. Сложно подчиненные сложные. Сложно подчиненные сложные. Да, да, да. Да, конечно, мне очень не хотелось бы, чтобы как-то этот эфир растащили на какие-то дурацкие статейки, которых, я уверена, будет очень много. Но я надеюсь, что мои мысли поймут правильно, и что я как бы... Ну, лично мне и, думаю, зрителям твои мысли предельно ясны. Ты ничего не сказала такого, за что можно было бы зацепиться, ну, нормальным людям. Ненормальным они всегда найдут, знаешь, и можно из пальца высыпать и так далее. Ну, ладно, опустим этот момент. Что еще интересно? Интересно то, что помимо тебя в группу пришла экс-ученица Этери Тутберидзе, Саша Трусова. Вот, ну, понятное дело, да, что между вами есть такая внегласная борьба в группе. В принципе, у Саши какая стратегия? Она берет четверными прыжками, да, сложными прыжками, и, ну, как бы у нее это получалось еще и, ну, работая с предыдущим тренером, не знаю, что происходит сейчас, тем не менее, да, там какие-то видео все равно выкладываются. Вот, ее план, в принципе, ясен. А какую стратегию разрабатываешь, или, может быть, уже разработала лично ты? Ну, я думаю, что, во-первых, мы с Сашей не пересекались пока что вообще, ну, то есть нигде, и я думаю, что вряд ли особо будем пересекаться, потому что у нас разные льды, разные группы, разные тренеры. То есть у нас просто один ледовый дворец и одна школа. Могу сказать, что, конечно, последний сезон показал, что сейчас я не считаю конкуренцию с девчонками с четверными прыжками какой-то просто, как сказать, своей задачей номер один или что-то такое. Я понимаю, что это очень трудно, когда у тебя нет никакого ультра-си прыжков, конкурировать с такими просто заоблачными контентами и такими заоблачными наборами прыжков. Но моя задача сейчас, это, наверное, войти в свою лучшую форму для начала, то есть восстановить все, что есть, задача минимум, и быть максимально стабильной, максимально уверенной в себе, раскрыть еще больше своего потенциала катания, наверное, и владения всеми элементами. И дальше, конечно, что-то пробовать новое, возможно. Конечно, не хочется пока загадывать, пока, ну, немножко правим технику, чтобы все это устаканилось, потому что, конечно, как можно говорить о каких-то просто наполеоновских планах, когда, грубо говоря, ты три месяца сидел дома и... Ну, безусловно, конечно. Ну, карантина не было в супершикарной, звенящей форме. Все мы все понимаем, но для меня сейчас задача минимума это быть максимально готовой, потому что, конечно, да, первая тройка девчонок на чемпионате России это четверные прыжки, но не будем забывать, что у нас есть много народу, с кем можно соревноваться, и великие спортсмены, которые катаются без четверных прыжков. И соревноваться есть с кем, выступать турниры есть где, нужно бороться, нужно стараться и развиваться. Конечно, потихоньку, помаленьку, и все будет... Все в днях сейчас главное восстановиться, и главное... Ну, не то, что вернуться на свой уровень, опять же, это не цель, это цель улучшиться, стабилизироваться и показывать хороший уровень. Достойно. Не позорно. Никогда не было стати позорного уровня, поэтому не надо тут. Ладно? У тебя все прекрасно. Бывают взлеты, бывают падения. У всех спортсменов мы не роботы. Да. Небольшое лирическое отступление, ребята, все, кто пишут вопросы в комментариях, опять же, обращаюсь к вам. К сожалению, просмотрены, они не будут и озвучены тоже, поэтому нажимайте на иконку вопросительного знака, я уже вижу, что кто-то это сделал, там уже восемь вопросов, поэтому последуйте их примеру, и, пожалуйста, welcome, и, может быть, мы что-то зачитаем в конце. Ладно, давай немножечко отойдем от темы фигурного катания. Все-таки переезд, это все здорово, но хочется еще также поговорить про, в принципе, твою жизнь. Питер, Москва, это абсолютно два разных, на мой взгляд, города. То есть каждый раз, когда я приезжаю в Питер, у меня какая-то, не знаю, на меня находит какая-то меланхолия, такое, знаешь, настроение, настроение, там, ну, как бы, вот как ты себя сейчас ощущаешь? Переезд из вечно дождливого Питера, да, в солнечную Москву, вот, ну, с абсолютно другим ритмом жизни. Ну, могу сказать, что я, получается, начала тренироваться в Москве где-то с февраля, ну, с середины, наверное, февраля и март, ну, до, соответственно, начала карантина, пандемии. Могу сказать, что тут же почувствовала разницу, мне просто как будто, не знаю, ударило током после Санкт-Петербурга, где я. Я не могла себя утром поднять с постели, мне было очень тяжело вставать. У нас были тренировки, ну, часа в 11, в 10, мне было так тяжело вставать, господи, вы не представляете. Я не знала просто, что мне с собой делать, потому что, чтобы выйти и вовремя прийти на разминку, мне нужно было не краситься, иногда не завтракать, и просто сразу вставать и ехать. Просто потому что мне было себя не поднять. Настолько вот я как-то была без сил, без энергии в Москве. У нас тренировки очень ранние, то есть в 8-7 утра, я ещё жила далеко от катка, и я в 5 утра по будильнику, как солдат, вскочила, побежала в метро, просто, конечно. Такой же, на самом деле, ритм тренировок, то есть всё очень... Меня как будто заново включили, я думаю, как будто батарейки поменяли. Я просто очень рада. Москва меня зарядила по полной, и я надеюсь, что так и будет продолжаться. А в Питер сейчас приезжаю, иногда на выходные, спокойно. Спокойно, действительно. Вот это просто Питер и спокойно, Москва, супер ритм. Да, в Питере приехать, взять кофеёчек, пойти в кафе в сатлети, посидеть на пляже, пойти, я не знаю, куда-то съездить в Игору, на дачу, то есть, не знаю, до пандемии, конечно, это пойти в кофейню, куда-то погулять по центру, а в Москве это туда-сюда, друзья. Да, да, да. Ну, как бы, или тренировки в 5 утра, целый день тренируешься, потом домой, учёба, в общем, Москва это... Да, Москва это совершенно, совершенно другой город, совершенно другой ритм. Вот ты сказала, да, Москва это там какой-то, ну, бешеный поток, друзья, встречи с друзьями. И я, конечно, не могу, не могу не сказать, а в соединении просто, наверное, двух лучших подруг, да, тебя и Насте Скопцовой. Расскажи, пожалуйста, вот как, как вы проводили время ещё до того, как Настя уехала в Новогорск, куда она тебя повела, куда вы пошли, в первую очередь, потому что, я думаю, ты долго этого ждала, и ты очень рада. Ну, конечно, сейчас мы очень много тренируемся, и понятное дело, что никакие гулянки с друзьями времени не остаётся, но когда есть у нас, мы, господи, мы первый раз встретились, я, конечно, просто обалдела, говорю, мой друг, ты жив, ты здесь, рядом со мной, наконец-то. Ну, могу сказать, что, конечно, в период, как бы, коронавируса, понятно, что отменили ограничения, но, как бы, вирус никуда не делся. Это большой обман себя, и то, что ты можешь ходить там где-то без масок, то, что ты можешь, в принципе, куда-то выходить, это, конечно, хорошо, то есть, ну, то, что ты не сидишь дома, но всё равно я соблюдаю все меры предосторожности, я до сих пор ни разу не спускалась в метро, вот, и мы с Настей встречались, гуляли, но избегали больших скоплений народу, гуляли в основном, когда меньше народу, в основном по улице, то есть, просто нахаживали, болтали, пили кофе, что-то ещё, то есть, как-то так. Ну, правильно, конечно, особенно, особенно для спортсменов, да, которые сейчас только-только смогли приступить, наконец-то, к тренировкам, да, было бы очень обидно, да, как-то слечь с этим или, не дай бог, заразиться. Ну, конечно, конечно, это всё очень опасно, и как бы... Да, да, ну, вот смотри... Тренируешься и входишь в форму, иммунитет всегда немножко падает, и ты вынужден очень следить за своим здоровьем всегда, а сейчас, ну, как бы тем более. Да. У всех у нас есть родственники, у всех у нас есть семьи, нужно всё равно быть предельно внимательными, предельно осторожными, и как бы мы в этом плане, не могу сказать, что особо ходим, гуляем по Москве, нет, то есть спокойненько погулять где-то в парке, опять же, парк Горького, то, что иногда... Нет, нет, нет. ...деопозицию или что-то, я просто очень мало что знаю в Москве, и чаще всего я просто там встречаюсь, там угол на ухо, и идём туда-то в любое место. Или берём самокаты, опять же, катаемся на самокатах. Вот, вот это, кстати, хорошее дело, вот это хорошее дело. Да, я человек в целом, которого, ну, наверное, мало что может удивить или как-то в какой-то вести просто дикий восторг, но после, вот, наверное, карантина, когда первый раз я смогла после длительных, наверное, недель заточения выйти, просто, как бы, погулять по Москве, и как назло был дикий ливень, и мы ехали на самокатах, ну, было очень тепло, но был дикий ливень, и я просто обалдела, насколько это произвело у меня впечатление свободы, то, что мы ехали на самокатах с Настюхой, и просто под дождём, и я такая думаю, о, боже мой, что со мной происходит, вообще я стояю, или что, почему я... Нет, ну, на самом деле, конечно, когда, понимаешь, когда это кажется обыденным, то это не производит абсолютно никакого впечатления, но стоило это всё у нас у всех забрать, закрыть нас по квартирам, по домам, и потом начинаешь ценить, понимаешь, самые обычные вещи, и в такие моменты, конечно, да, это очень здорово. Вот скажи, Москва, да, мало, ну, как, мало близких для тебя людей, потому что ты говорила, что ты, в принципе, не супероткрытый человек, да, вот Настя Скопцова, одна из твоих, ну, на мой взгляд, самых близких друзей, которые рядом с тобой здесь. Вопрос, вот в чём, нужна ли тебе, вот ты тот человек, который нуждается в такой поддержке, в трудные для тебя минуты, или ты обычно, или тебе комфортнее обычно это всё самой как-то переживать, через себя вот это всё прогонять, и справляться с этим? Ну, конечно, я не считаю, что, наверное, это нормальные какие-то отношения, когда ты просто на человека вываливаешь весь свой негатив. Опять же, я, конечно, всегда справляюсь по-своему, никогда не напрягаю своих друзей какими-то своими проблемами, какими-то своими этими. Если они действительно чувствуют, что мне нужна поддержка, они сами в состоянии как бы это понять и как-то меня поддержать. Вот. И чему я, на самом деле, очень благодарна, что меня такие люди окружают. Я, на самом деле, Настя, ну, наверное, одна из самых моих близких друзей. Ну, я живу с Евой Куц, я с Машей Соской хорошо общаемся, с Женей Медведевой хорошо общаемся. То есть, у меня много знакомых в Москве, но Настя, конечно, самый такой, на данный момент, вот просто, ну, типа, мега понимающий человек, который меня как бы поддерживает очень и даёт хорошего пинка мне, если я начинаю загоняться, если я начинаю слишком как-то... Ну, мне кажется, по темпераменту, по темпераменту очень схожи с ней. Ну, да, я, наоборот, её всё время, что... То есть, ну, дашу этот пыл дикий. Да, да, да. Ну, она тоже, конечно, она такая нотка, наверное, здравого смысла в моих каких-то полётах иногда мыслей. Ну, главное, что есть баланс, понимаешь, в этом. Это, конечно, очень ценно, особенно в дружбе. А насчёт Жени Медведевой, кстати, меня... Так, ты меня слышишь? Телефон светится. Ага. Очень много было вопросов также по поводу Жени Медведевой. Вот спрашивали, да, говорили, что вас можно, в принципе, видеть очень часто там на каких-то совместных фотографиях, в обнимку. Стоит ли какая-то история за вашим знакомством, за вашей дружбой, или же это всё как-то спонтанно произошло, и всё? Да, мы просто жили в одном номере на каких-то соревнованиях, и очень, наверное, душевно пообщались, и как-то... Ну, Женя очень дружелюбный человек, и в целом, наверное, не нужно как-то особо, не знаю, иметь цель, чтобы, ну, как бы подружиться с ней, что-то. Она очень дружелюбная, очень хорошая девчонка. Я очень много с кем общаюсь. Опять же, хочется, наверное, предугадать реакцию, что, а как же Алина, ты, наверное, не дружишь или нет? С Алиной мы тоже прекрасно общались, когда ездили вместе на соревнованиях, то есть я со всеми абсолютно в дружеских отношениях, и каких-то там не надо строить козней, и все абсолютно хорошо общаются. Это всё очень сильно преувеличено. Вот с Женей мы отлично общаемся, тоже иногда проводим время, созваниваемся, то есть всё классно. Да, кстати, насколько я знаю, она сейчас в Москве, по-моему, а могу ошибаться, по-моему, она в Москве. Да, Жень сейчас в Москве. Да, ну, хорошо, лирическое отступление закончилось, безусловно, у меня ещё есть несколько интересных, во-первых, для меня вопросов, я очень надеюсь, что я пока не замучила тебя со всем этим переходом и так далее, пытаюсь честно обходить все вот эти вот острые углы, но не могу не задать вопрос о том, что всё-таки всю жизнь, практически большую часть своего времени ты тренировалась в женском коллективе, да, а сейчас смена тренеров исключительно, ну, вроде, да, как, ну, в большей части, хорошо, мужское внимание, да, оказывается на тебя. Вот с кем тебе комфортнее и каково было перестраиваться и начинать работать с, ну, в совершенно другой обстановке? Ну, я, наверное, не могу сказать, что у тебя тренер женщина, у тебя тренер мужчина, и в целом, сказать, что в Абтазе вообще привыкать к новой команде это очень трудно. Сейчас нормально? Да. Продолжи, пожалуйста. В целом, не могу сказать, что есть какая-то разница, женский коллектив, мужской коллектив или как-то так, но могу сказать, что к новой команде привыкать это всегда трудно, то есть, это всегда что-то новое, это всегда, наверное, поначалу какие-то есть моменты, которые и ты не привык так работать, и тренер не очень понимает, почему у тебя какие-то есть такие косяки, но в целом идут причины, и я думаю, что мы уже потихоньку начинаем более на одной волне работать, я поняла, что наконец-таки что от меня действительно требуют, и сейчас максимально стараюсь соответствовать этим требованиям, и мы как бы, наверное, поняли в нашей команде, что мы хотим, и я сейчас максимально следую всем указаниям, и выполняю просто все, что мне говорят, и впахиваю просто отодвигая свои пределы, наверное, так могу сказать, что я могу намного больше, чем наверное, делала раньше, чем мне казалось, да. Ну, хорошо, мы не будем раскрывать всех карт, над чем вы работаете, мы просто будем ждать твоих поступлений. да, мы просто будем ждать результаты в следующем сезоне, и в следующий сезон, дай бог, будут какие-то соревнования, да, там, и мы... Я очень надеюсь, потому что, конечно, когда ты очень много работаешь, и надеешься на результат не просто, чтобы кому-то что-то доказать, а прежде всего, чтобы самому его увидеть. Да, 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 конечно, хочется, чтобы это все не просто так, не впустую, но ты знаешь, я уверена, что это не будет впустую, что это не пройдет впустую. Я очень надеюсь, потому что сейчас Я, на самом деле, чувствую в себе большие изменения, и если раньше мне нужно было настраиваться на тревогу, мне нужно было себя собирать, я должна была по полной себя вообще как бы, ну, организовывать, то сейчас мне, наоборот, нужно себя отвлекать, мне, наоборот, нужно вечером, допустим, пойти, посидеть в парк, пойти порисовать, что-то отвлечься, а не тупо думать о фигурном катании, чтобы быть всё время собранной. Нет, у меня гипермотивация, которую мне, возможно, нужно даже немножко гасить, потому что я очень настроена, очень... Это круто, это очень круто, правда. Вот я сравниваю то, что ты рассказывала мне в предыдущем эфире, да? Ну, конечно, тогда вообще мы сидели три месяца дома, и, господи, когда же мы выйдем, а если никогда? Конечно, тогда понимания, в принципе, не было, что делать дальше, да, что будет, такая неопределённая... А ты, ну, ты ничего практически не делал, то есть я, да, бегала, я там прыгала, я что-то растягивалась, держала вес, худела, но это было всё настолько, что ты два месяца подряд просыпаешься в одном и том же месте, и у тебя перед глазами только, наверное, какие-то планы и желания, но абсолютно нету... Ресурсов, ресурсов, да, вообще для этого... Ты не знаешь, что будет, и ты не знаешь, ради чего, и как бы у тебя одна мотивация, и это поначалу тебя очень заряжает, но потом это начинает жирать. Я очень рада, что наконец-то у нас всё открылось, и наконец-то вся эта дикая энергия пустилась в ход. Ну, я тоже, я тоже очень рада, в первую очередь, за тебя, просто больше слов не будем об этом говорить, мы просто... Да, хочется, конечно, больше дела, чем слов, и очень надеюсь, что в сезон, чтобы это дело можно было показать. Да, конечно, очень интересно узнать о постановках, я просто помню, что мы с тобой, когда разговаривали, уже тогда что-то было намечено, в принципе, да, и что-то даже поставлено, по-моему, если я не ошибаюсь. Нет, было намечено, но постановка, конечно, не было, но сейчас у меня есть короткая программа, и произвольная в процессе, в процессе, потому что, опять же, некуда торопиться пока что. А ты не раскроешь нам, ты не раскроешь нам секреты? Нет, я пока не раскрою, у меня, конечно, нет какого-то дикого ажиотажа, как у меня обычно, всё время, что вот как же лучше открыть всё сначала, сразу, чтобы вдруг не было совпадений, и лучше до последнего тянуть. Ну, просто я столько лет подряд уже попадалась так, то, что у кого-то такая же программа, ещё, там, сто, там, не знаю, там, три человека ещё с такой же программой, и я, как мне говорит мама стать, ну, ты, как всегда, в трендах. Вот поэтому, как бы, наверное, сейчас хочется просто молча работать, я, ну, я выбрала себе такую тактику, то есть, ну, очень надеюсь, что мы выбрали музыки, которые не попадутся у многого количества народа, вот, потому что мы... Ну, хорошо, очень старались в поиске. Прости, перебью. Это какой-то новый для тебя абсолютно образ, или это что-то из классики? Классики нет, это точно. Мне сразу сказали, что, Стася, никакой классики, никакой шахерезады, ничего такого не надо, ничего нам, никаких кармен, даже, 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 вообще, даже обычную классику. Всё отметали. Нужен был абсолютно другой образ, нужно было новое мнение. Кто-то пишет, надеемся, что не призрак оперы. Я, кстати, тоже, когда ты говорила, что... Нет, не призрак оперы. Когда, помнишь, был какой-то сезон, когда, по-моему, просто, я не знаю, только ленивый не скатал под эту музыку программу, там, и парники, и одиночницы, и одиночники, просто, это был какой-то бум на эту музыку, да. Бум Кармен, бум Молин Русланскому году. Да, 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 тоже какое-то нескончаемое количество. Но просто, просто ждём. Я выписала для себя несколько вопросов от твоих фанатов, да, вот самые такие, на мой взгляд, интересные. Самые запоминающиеся соревнования в России и в мире? В России, ну, наверное, это чемпионаты России все, потому что на каждом чемпионате России для меня просто, ну, кроме последнего, наверное, последний был очень такой, ну, морально, наверное, не очень тяжёлый, но немножко сумбурный для меня. Но до этого все, наверное, три чемпионата России, которые были, это были просто какие-то, наверное, взрывы, которые переворачивали мою карьеру с ног на голову. Это каждый раз мне чемпионат России доказывал, что, блин, я могу намного больше, чем я показываю. То есть это каждый раз у меня был какой-то просто, ну, очередной толчок вперёд. То есть вот, наверное, чемпионат России, это каждый раз потрясающие эмоции, это каждый раз ты выдаёшь, ну, не то, что, ну, наверное, не всегда я выдавала максимум на чемпионате России, но ты настолько заряжен, у тебя такая большая конкуренция и такой большой интерес, что ты просто не можешь там как-то нейтрально обойтись какими-то нейтральными эмоциями в этот момент. А самые, наверное, зарубежные соревнования яркие, ну, это, наверное, серия Гран-при, первая моя взрослого сезона, потому что там это был кардинально другой уровень после юниоров. И, опять же, это моменты, когда с каждым стартом вера в себя всё росла и росла. И там, конечно, вот Гран-при Финляндии, Гран-при Франции, мне там удавалось довольно-таки хорошо выступать. Вот, и как бы, да, я думаю, что Гран-при. Конечно, можно было бы сказать, что чемпионат мира, чемпионат Европы, но, наверное, не самые простые это были для меня старты. И не могу их как-то отметить какими-то очень тёплыми и позитивными воспоминаниями. Сложно ли прыгать с высоким ростом? Если да, то как это влияет на прыжок? Прыгать с высоким ростом сложно, согласна. Сложнее собирать большое тело. То есть, когда у тебя низкий рост, когда у тебя короткие ноги, короткие конечности, тебе намного легче сохранять резкость, намного легче группироваться, чем, конечно, во-первых, я не вмещаюсь в площадку. Очень часто. Это дурацкая такая, конечно, история. Вот, опять же, над этим сейчас работаю, потому что площадка чуть-чуть меньше на той, которой мы катаемся. Но, опять же, это мне в плюс. Вот, конечно, тяжеловато, но ко всему можно приспособиться, можно дорабатывать свои какие-то, наверное, слабые места. То есть, нарабатывать резкость, нарабатывать силу рук, нарабатывать силу ног, крутку. Я просто, знаешь, еще почему... Вот я сейчас задала этот вопрос и вспомнила. Как-то раз мы просто с Машей Соцковой насчет этого разговаривали. Да, у нее был такой момент, когда она прямо резко выросла. Стала очень высокой девчонкой, и она говорила, что, конечно, ей безумно трудно было с этим справляться. И, ну, она говорила, что это даже на соревнованиях было заметно, да, что крутка замедляется в прыжках, и вообще, в принципе, да, действительно, доезжать, скажем так, до конца программы, это очень тяжело. Вот здесь кто-то написал очень прикольный вопрос, на мой взгляд, но не знаю. Так, сейчас я его найду. Я извиняюсь, кто-то написал, что у меня короткие ноги. Окей, ноги-то, может, у меня не слишком длинные, но руки-то у меня очень длинные, так что могу до вас дотянуться и... Прости, какой у тебя рост? Там кто-то написал, что... У меня рост 168-169. Я не уверена, опять же, я думаю, не измерялась. Возможно, карантин... Я прошу прощения, а что делать людям, у которых рост 150, у них ноги? Да. Хорошо. Ну, господи, ну где? Где-то вот... Вот, вот этот. Как Стаси отнеслась к уходу Миши Калиды из группы Валентины Чеботарёвой? И на этом мы заканчиваем. Ну, я могу сказать, что, опять же, спортсмены, они личности, они люди, они вправе решать, что им... Они вправе распоряжаться своей жизнью и решать, что для них лучше, что для них хуже. И я, ну, хотелось бы, конечно, поддержать Валентина Михайловна в непростой такой период, но также, наверное, хочется пожелать удачи Мише, потому что, ну, Рассландрис решился на такой непростой шаг. Мы с ним, ну, давно не общаемся уже, поэтому, наверное, я не знаю, как бы, причин, не могу и не собираюсь ничего говорить, но, конечно, очень непростая ситуация получилась. И, конечно, у нас были очень хорошие моменты в группе, когда, ну, действительно все было классно, и мы шли все вместе вперед к одной общей цели, в одной команде. Но все пошло как-то не так, и я думаю, что как-то скучать по этому времени нельзя, нужно смотреть вперед и двигаться, и я желаю всем удачи. Никак к этому не отношусь, поэтому мы все вправе делать то, что мы считаем нужным. Все, что ты знаешь, все, что не делается, все к лучшему. Вот сколько это уже, вот это настолько пройденная тема, вот всегда кажется, господи, ну почему не получилось так, да, почему не получилось так, как я хотела, но потом, оглядываясь назад, ты все равно понимаешь, что так было лучше. Так было лучше, в первую очередь, для тебя, да, через какие-то трудности пришлось пройти, но, тем не менее, это сделало тебя сильнее, да, и привело к совершенно другому результату. Ну, наверное, любые испытания в жизни нам даны для того, чтобы мы выносили какие-то уроки из-за этого, и учились на своих ошибках, чтобы мы получали какой-то опыт. И, наверное, как бы не могу сказать, что все в жизни в этой справедливо, и во всем есть баланс, но он есть. Он есть, безусловно, Стас, поэтому я, опять же, просто вот подытожив, хочу сказать, что я искренне желаю тебе успехов, удачи. У нас 19 секунд. Я с тобой прощаюсь. Я с тобой прощаюсь. Да, давай. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!